Друзья, привет! Это новый выпуск рубрики интервью с интересными людьми И сегодня наш новый гость Лолита Аушева, актриса театра и кино О себе и о своей деятельности Лолит расскажет нам сама, а я позадаю ей несколько вопросов Друзья, перед началом этого видео прошу вас поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик Приятного просмотра! Здравствуйте! Сегодня я разговариваю с актрисой театра и кино Лолитой Аушевой Лолита, здравствуйте! Привет! Очень интересно поговорить о вашей работе Я знаю, что вы снимались в разных фильмах Расскажите, пожалуйста, в каких снимались? Ну, я снималась во многих самых разных фильмах Извиняюсь за тавтологию Во многих сериалах мне довелось поработать с очень известными режиссерами Это и Томанишвили, и Краснопольский, и Тигран Киасаян В общем, Максим Воронков, Илья Олейников, Илья Львович Это один из таких больших отрезков моих жизненных Когда он был моим наставником, другом и коллегой по съемочной площадке А какой фильм с вашим участием вам больше всего нравится? Какой фильм? Они мне все нравятся Нет такого, да? Любимщика? Фильма любимщика? Нет, такого нет, потому что каждый фильм, каждая роль, она хороша по-своему, любима по-своему Иначе ты не сыграешь, если ты не будешь любить свой образ Для каждой роли, наверное, вы находите место в своем сердце Это да Еще один интересный вопрос хочу вам задать Бывали ли у вас такие вот, когда не хотелось работать? Было ли такое выгорание? Когда не хотелось работать по профессии Ничего не хотелось Не работать, не сниматься Было ли такое выгорание по профессии? Это не выгорание, это, наверное, разочарование иногда бывает в том Что ты что-то делаешь, делаешь, а оно не получается Но такое бывает крайне редко Я с детства мечтала быть актрисой Поэтому, когда я занимаюсь своим любимым делом, нет Такого нет Такого не бывает А если разочарование, как вы справляетесь с разочарованием со своим? Вот если оно бывает Открываю другие двери Просто находите что-то новое, какую-то интересную, новую, допустим, площадку, снимаете в какой-то новой роли, да? Да Или приходит что-то новое А вы чем-нибудь еще увлекаетесь, кроме актерского мастерства? Ну, конечно Как же Мы с собакой ходим на выставки Он у меня интерчемпион уже Вы еще и представляете свою собаку Да Представляю свою собаку Понятно А какая она у вас порода? Это русский тойтерьер Это такое Три килограмма достоинства просто Смелости, мужества и отваги Это замечательно, когда рядом с хорошим человеком есть хорошая собака Спасибо большое Было очень интересно с вами поговорить Тебе спасибо, Тань А я желаю вам, чтобы у вас все дальше было хорошо И много-много интересного, что у вас было Спасибо, мой дорогой Наверное, я рано начал прощаться И хочется задать еще один вопрос Я слышал, знаю, что вы работаете в свете стендапов И достаточно часто там работаете Мне интересно, как это вообще происходит Как снимается стендап? Ну, как происходит? Происходит все с того, что ты садишься и пишешь Вот То есть, как говорится, стендап – это боль То есть ты пишешь вначале о том, что у тебя болит Что у тебя, ну, не физически, а внутренне Душевно Душевно, да Что тебя беспокоит Потом начинаешь на эту тему шутить В общем, к психотерапевту после этого ходить не надо Потом берешь то, что ты написал И начинаешь ходить по открытым микрофонам Проверять свой материал Насколько он смешной Насколько он правильно выстроен Или его надо перекомпоновать Сделать еще смешнее Или какой свет не нужен Да, верно Усилить шутки Или убрать эти шутки, потому что они не заходят Или как развить этот материал И очень часто, что бывает из 10-минутного материала Который ты написал, остается 3-4 минуты Все остальное не то, что выкидывается Оно просто лежит, может быть, ждет Да, своего часа куда-то вставится в другие, может быть, монологи Ничего себе, как мало времени остается Я думаю, стендап это просто написал сценарий и сделал А здесь, получается, его еще надо проверить, чекнуть, так называется Да, чекнуть и не раз То есть вы вот обычно долго проверяете свой материал? Да А потом уже выступаете именно в стендапе? Долго Бывает даже вот первые сетапы, первые плиты, которые были написаны там полгода назад И, казалось бы, они уже готовы Они все равно добиваются, меняются До сих пор? Да То, что было написано полгода назад? Да Стендап это получается очень интересное творчество Да, ну, как говорит мой учитель, Виталий Коломеец, как бы мой наставник Он говорит, главное вовремя остановиться Понятно И не перешутить, и не дошутить Надо найти золото в виде Да, остановиться и оставить материал как есть Все, он готов, не трогай его Понятно Ну, нет предела совершенства, поэтому Каждый раз что-то... Поэтому можно дорабатывать дальше, дорабатывать его дальше и дальше Да, да, он входит в какие-то куски, входит там в монолог или... Ну, в общем, это очень интересная работа такая, знаешь, как тетрис То есть ты сидишь и складываешь... Собираешь это из большого количества деталек Да, и только от тебя зависит, ну, какой у тебя будет материал Давно работаете уже со стандартом? С конца июля, ну, вот полгода Ну, немного, но уже интересно на самом деле, да? Спасибо большое Сегодня мы разговаривали с актрисой театра кино Лолитой Аушевой Спасибо большое Было очень интересно поговорить До свидания Тебе спасибо, Данечка Ты очень талантливый, потрясающий человечек И с тобой... И приятно с тобой работать на сцене Ты замечательный партнер по сцене Поэтому я надеюсь, что мы с тобой будем видеться еще и дружить Спасибо, до свидания Пока-пока